Дежавю 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 невозможно объяснить в отрыве от переселения душ. Ты приезжаешь в новый город и неожиданно ощущаешь, что был уже здесь раньше. Ты знаешь, что если пойдешь направо, то выйдешь к реке, а если пойдешь налево, то выйдешь к железнодорожному вокзалу. Ты решаешь проверить и действительно выходишь либо к реке, либо к вокзалу. Ты узнаешь деревья, ты узнаешь реку. Тебе кажется, что ты видел это все либо в кино, либо во сне. Дежавю Дежавю — это маленький фрагмент из прошлой жизни, каким-то образом проникший в настоящее. Это реальность. Таковы факты. Дежавю — воспоминания о прошлых жизнях, нашедшие многократное подтверждение, делают теорию о реинкарнации не просто религиозной выдумкой, а научным фактом. Когда наука избавится от предрассудков, проблема состоит в следующем. Наука развивается в основном на Западе, а там главенствует идея о том, что у человека только одна жизнь. Но с каждым днем знание человека о природе вещей увеличивается. Рано или поздно науке придется обратить внимание и на это явление. Ибо оно играет особую роль для духовного развития человека, для медитации, для трансформации сознания. Если мы можем вспомнить свои прошлые жизни, то это может служить доказательством существования жизни после смерти. Память о прошлых жизнях доказывает, что после смерти ты вновь будешь здесь. Ты обретешь новую форму. У тебя будет другое имя. Я не сомневаюсь, что этот феномен станет научно доказанным фактом. Тогда наука начнет двигаться в правильном направлении и откажется от христианских, иудейских или мусульманских догм о единственной жизни. Это просто чушь. Ведь во Вселенной ничто не умирает. Все возвращается на круги своя. Меняется лишь форма. Почему же в отношении жизни человека все должно быть по-другому? Если люди осознают, что их жизнь не менялась на протяжении тысяч лет, что в этом суть теории реинкарнации, то они впадут в безграничную скуку и апатию. Все это они уже многократно проделывали, ничему так и не научившись. И вот новое рождение. Тысячи лет ты гонялся за властью, за деньгами и продолжаешь эту гонку. Создается впечатление, что стирается весь опыт предыдущей жизни, и ты опять начинаешь с самых азов. Если феномен получит научное объяснение, то человеку будет трудно повторять одни и те же бессмысленные поступки. Ты уже наигрался в эти игры. Пришла пора изменений. Пришла пора повысить сознание. Пришла пора вырваться из порочного круга бесконечных перевоплощений от одной жизни к другой, опять и опять, словно белка в колесе. Все твои поступки в жизни были совершены в состоянии неосознанности. Пришло время повзрослеть. Пришло время сознательных действий. Действуй осознанно. Ты уже достаточно действовал вслепую. Колесо, то есть цепь перевоплощений, существует лишь благодаря твоей неосознанности. Став просветленным, ты увидишь всю бесперспективность этого. Ты уже многократно добивался своих целей. Но что будет дальше? Смерть лишит тебя всего нажитого. Это похоже на возведение замка на песке. Ветер все полностью разрушит. Но ты начинаешь строить новый замок, снова и снова повторяя старые ошибки. Западной науке чрезвычайно важно изучить опыт миллионов людей на Востоке. Это не суеверие. Это одна из тайн жизни, которую мы до сих пор не раскрыли. Новыми открытиями наука изменит твое отношение к жизни. Тебе захочется поскорее выбраться из этого колеса. Колесо перевоплощений означает твое рабство. А единственной целью искателей истины и свободы было освобождение атаков рабства. Осознав, что можно остаться во Вселенной без тела, без какой-либо формы, не иметь телесной формы и одновременно быть повсюду, ты все свои силы бросишь на достижение этой великой свободы. На Востоке этот удивительный опыт называется Мокша. Он означает абсолютную свободу. Свобода от тела, свобода от ума, свобода от каких-либо привязанностей, свобода от форм. Остается только чистое сознание. При этом сохраняется индивидуальность, невидимый центр «я есть». Ты скажешь «впервые в жизни я обрел свою истинную сущность». Если нет формы, то не будет и болезней. Нет формы, не будет и смерти. Нет формы, не будет и старости. Сознание без формы всегда свежее, молодое, свободное. Ему открыта вся Вселенная. Его империя огромна. Однажды Гаутаму Бону спросили. Ты не устаешь повторять, что если человек станет чистым сознанием, то ему больше не придется менять физическую оболочку. Он не будет ограничен телом. Его империей станет вся Вселенная. Но что ты скажешь о тех, кто достигает просветления? О тех, кто уже стал просветленным? Как я один могу быть хозяином всей империи? Вопрос кажется логичным, но он чисто философский. Гаутама Бодара смеялся. А он смеялся очень редко. Не более трех-четырех раз за всю жизнь. Он ответил так. Я понимаю твою логику. Спорить не буду. Я лишь приведу один пример. В темной комнате можно зажечь одну свечу. И вся комната наполнится светом. Ты можешь зажечь еще одну свечу. Разве свет второй свечи начнет конфликтовать со светом первой? Вторая свеча тоже наполнит комнату светом. Можешь зажечь и третью свечу. Можешь зажечь одну свечу за другой. У каждой свечи будет свой уникальный свет. А что касается освещения, то комната будет принадлежать им всем. Не будет никаких разграничений. Это общая территория. Не моя и не твоя. Да и свет это не предмет. Поэтому тысячи свечей озарят комнату светом и никакого конфликта не будет. Бонда был прав. Здесь невозможно привести контраргумент. Его пример великолепен. Я говорю как раз об этом. Освободившись от формы, ты растворишься во Вселенной. Миллионы других просветленных людей наполняют Вселенную своим светом, своим сознанием. В центре каждого горит индивидуальное пламя. Но их свет проникает повсюду. Их лучи не вступают в конфликт. Они не материальны. Одно и то же место может освещаться бесконечным множеством свечей. И нет никакой борьбы. Никакого конфликта. Сознание – это свет. Сознание